Ребят, всем привет! Вы на канале Кузов Лаб. У нас очередной сумасшедший проект. Перед вами Нива. Классическая Нива, которую мы будем сегодня окрашивать. Структурное защитное покрытие, армата. Друзья, мы часто при наших съемках используем материалы бренда А1. Вы пишите в комментариях, где можно их приобрести. Действительно, материалы А1 продаются не везде. Это связано с тем, что этот бренд для СТО. Политика бренда такая, что обычный гаражник имеет такую же скидку, как торговая точка. Поэтому бренд А1 не сильно интересен торговикам, но сильно интересен обычным малярам или СТОшкам. Премиальный бренд зачастую недороже выходит, чем на Вол, Солид или Джетовомагазине. Возвращаясь к вопросу, где же все-таки можно приобрести продукцию А1. Например, можно купить ее в одном из филиалов компании Европроект Групп. У бренда А1 есть свой сайт. А1 Refinish.org. На нем что юрлица, что физлица могут приобрести продукцию со скидкой до 30%. С доставкой по всей России. И с недавних пор практически все товары бренда появились на Озоне. Там тоже они идут с большой скидкой. Ну и бесплатная Озоновская доставка всегда приятна. Заказывайте продукты и получайте удовольствие от работы. Но прежде чем окрасить, мы будем грунтовать ее двумя грунтами. Мы нанесем перед грунтом распыляемый герметик на места, которые подвержены всевозможным сколам и так далее. И уже будем окрашивать. Окрашивать будем не из антигравийного пистолета, не крупной структурой, а именно будем производить окраску с мелкой-мелкой структуркой, чтобы наша машина выглядела с виду более матовая и более приятная была. Не обращайте внимания на подготовку. Во-первых, эта машина будет эксплуатироваться где-то в деревне. Она таскает прицепы, ну то есть она эксплуатируется так, как и должна эксплуатироваться нормальная Нива в таких суровых условиях бездорожья. Вот так, где Нива, застрянет, рейнгроберский доедет. Ой, 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 плывем, ты че? Во-вторых, мы не стали перегрунтовывать грунтами-наполнителями. Все будем делать сразу здесь в камере. Какие-то моменты есть неровные, какие-то моменты есть гнилые, которые уже ничем не спасти. Поэтому будем делать так, как есть. Посмотрим на финальный результат. Хотел обратить ваше внимание на вот такой лайфхак. Я знаю, что многие из вас знают, как так делать. Но чтобы замаскировать колеса, когда нам арки не так сильно важны, когда мы можем допустить, чтобы туда что-то у нас налетело, просто поливаем водой резину с диском и наклеиваем на эту воду пленку обычную маскировочную. Очень плотно прилегает и никуда она в процессе окраски не денется. Если, конечно, несколько дней так не постоит и вода у нас не высохнет, но на покраску нам точно хватит. Ребят, а какими лайфхаками для укрывки колеса вы пользуетесь? Пишите обязательно в комментариях. Так, ну у нас первый этап. Мы подготовили распыляемый герметик. Использовать будем Solid Spray Unisil. Это MS Polymer, в данном случае серого цвета. Почему его? Потому что его можно нанести методом распыления. Это для нас очень важно. Во-вторых, его можно окрашивать уже спустя полчаса. Или если температурные режимы разные у вас, и если, к примеру, у вас прохладненько в боксе, то проверяйте верхний слой. Как только верхний слой становится нелипким, перестает тянуться, все можно окрашивать. Несмотря на то, что внутри он будет мягким. Он обязательно досохнет и под краской, и проблем никаких не будет. Пистолет мы настроили специально, чтобы была у нас мелкая структура, потому что следом будет еще два покрытия, плюс само покрытие тоже структурное, чтобы у нас шагренька получилась более-менее симпатичной и не выбивался так сильно низ. То, что он обработан герметиком, специально так сделали. У нас просто обезжиренная поверхность. Если у нас есть участки головы металла, ну, по-хорошему, конечно, загрунтовать наполнителем, либо эпоксидным грунтом хорошенько посушить, набить риску. Если есть пробитости до головы металла, ничего страшного. Этот герметик идет с прямой адгезией на металл. Его задача – это герметизация. Он полностью заизолирует металл от доступа к кислороду, и, соответственно, металл уже окисляться не будет. Все, у нас пистолет настроен. Герметик заряжен. С собой я приготовил еще одну тубу. Если вдруг у меня где-нибудь на середине панели или порога закончится туба, потому что здесь уже начатое установлено в этом пистолете. Настройки элементарные у пистолета, подача воздуха, подача материала. Все очень просто и доступно. Все, погнали, наносим. Субтитры сделал DimaTorzok. Я думаю, этого достаточно. Оставляем на полчасика, минут на 40. Будем контролировать. Сейчас уберу пистолет и будем убирать маскировку, потому что если герметик у нас засохнет, то скотч мы оттуда не выдернем, придется обрезать. Убирать маскировку нужно, пока герметик еще мокрый. Не могу снять. Почему-то слаб совсем. Выпей. Закуси. Ничего не будет. Проблемка. Так, ну а пока сохнет антигравий, приготовим краску. У нас Нива будет окрашена в белую армату. Используем колеруемую. И тут тоже несколько лайфхаков. Так как у нас сейчас в камере не все элементы от Нивы, потому что одна дверь у нас еще находится на сварке, она будет окрашиваться глубоко потом. Мы приготовим краску, чтобы потом этой же краской докрасить дверь. Для того, чтобы у нас цвет не ушел, там рецепт не потерялся, мы сразу приготовим объем арматы и будем порционно смешивать с отвердителем для нанесения послойно покрытия этого. Покрытие армата наносится с выдержкой межслойно от 40 минут до часа, поэтому на покраску мы потратим порядка трех часов, то есть будем наносить два с половиной слоя. Ну, позже покажу как. Еще один лайфхак. Смотрите, ну, стандартный армат у нас идет под пистолет для нанесения антигравийных покрытий. Мы будем окрашивать автомобиль с помощью обычного окрасочного пистолета. Да, можно просто вскрыть вот эту чеку и через вот это отверстие выливать наш продукт, но он оттуда выйдет не полностью, поэтому была закуплена специальная открывалка. Открывалкой мы вскрываем банку как банку с консервами. И все, просто из банки мы теперь выливаем, высыпаем, я не знаю, просто очень густой продукт. Все делаем на весах до определенного объема. Если останется покрытие, ничего страшного. Нам главное поймать пропорцию смешивания с пигментом. Ну, вот у нас банка практически до чиста. Давайте еще одну вскроем. Да, такое себе, как сгущенка вареная практически. 3,990. Все, на этом мы останавливаемся. Оставляем. Теперь будем колеровать. У нас 4 килограмма покрытия без отвердителя. Вот этот продукт колеруемый, его можно колеровать различными типами эмали. Можно взять акриловую эмаль, можно взять обычную эмаль со стойки, что мы и будем делать. Можно найти магазин, который продает индустриальное покрытие и взять пигментные пасты. В чем преимущество пигментных паст? Они более концентрированные, соответственно, цвет будет более насыщенным. В нашем случае мы будем использовать пигменты из системы Greenline. В системе Greenline два белых компонента. Это 101 и 100. 100 это просто белый, 101 супер белый. Это более концентрированный белый пигмент. Поэтому будем использовать 101 компонент. Пигмент добавляется в количестве 10% от объема густой краски, так сказать, густой арматы. И на общий объем уже добавляется отвердитель, ну и, соответственно, разбавитель, если нужно нам разбавить до оптимальной вязкости под нанесение краскопультом, к примеру, и так далее. Итак, у нас 4 килограмма арматы. Соответственно, 400 грамм мы наливаем 101 компонента. Ну а теперь идем к владельцу Нивы. Пусть нам перемешает все вот это вот варево. Так, ну что, у нас гермитос уже высох. Он слегка мягкий, но палец к нему не прилипает. Поэтому уже можно наносить последующие эмали. Следующим покрытием на этом автомобиле у нас будет эпоксидный грунт. Мы взяли грунт А1 730 эпокси-праймер под пистолет. Сделали пропорции 4 к 1, добавили 10% 330-го разбавителя для того, чтобы он был пожиже. Теперь всю вот эту вот кашу нам надо накрыть эпоксидником, чтобы защитить металл, чтобы у нас ореолы не повылазили там и так далее. Все, начинаем окраску. Продолжение следует... А вы думали, у нас оператор просто так ролики снимает? Нет, без него тут ни одна покраска не обходится. Он нам помогает. Спасибо, Тёма. Всегда пожалуйста. Так, мы грунтуем её не целиком, потому что, ну, крышу смысла нет грунтовать. Там ничего не пробито. У нас вот только вот эту переднюю рамочку мы загрунтуем. Там, где пробито до металла, ну, получается, от крыши до порогов мы грунтуем эпоксидником. Всё, погнали. Здесь, где вы. Так, эпоксидник нанесен, моем пистолет И даем выдержку 30-40 минут И потом уже будем носить грунт мокрый по-мокрому В принципе, можно окрашивать на эпоксид Ничего страшного в этом нет Точнее, даже так и нужно делать Но наша армата будет плохо укрывать Так как там всего лишь 10% пигмента Плюс колеруемая армата То есть он совсем прозрачный будет И если вдруг какой-то где-то просвет там и так далее Но нам еще плюс надо сделать ярко-белую машину Поэтому обязательно белый, ярко-белый грунт На него уже будем наносить армату Пока сушат Так, смотрите, у нас эпоксидник уже подсох Прошло где-то минут 40-50 Сейчас поверх мы будем наносить грунт мокрый по-мокрому Белого цвета Грунт будем использовать бренда А1 575-й Wet Primer Он идет в трех цветах Белый, серый, черный Мы выбрали белый Я уже потестил на вот этих вот панелях В принципе, подложка меня устраивает Поэтому красим дальше капот И машину целиком катаем Грунт мокрый по-мокрому Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот Сани сейчас очень не хватает, потому что Сани повыше, чем я И он достал бы до середины крыши А я не достаю Наверное, лавочки придется внести ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, машина полностью загрунтована Я понял, что мне нужны лавочки Это очень важно, потому что вот эта вот воздушная голова ЕПА, она как раз предназначена для высоковязких материалов То есть какой-нибудь густой грунт, густую эмаль Эта голова очень замечательно разбивает Так, что мы делаем? Мы сейчас вот именно с этого пистолета наносим Два полноценных равномерных слоя Ну, по факту, как будто грунт-наполнитель наливаем Не стараемся сформировать никакую шагрень Она как бы будет небольшая, плавненькая Наша задача просто набить толщину вот этими двумя слоями Пока делаем это, что будем делать дальше, расскажу чуть позже Уже структура какая-то получается Как будто грунт-наполнитель такой дешманский нанесли Вот чем больше будет слоев таких, тем будет более плавная шагренька Кого-то может устроить такая шагрень И в принципе можно оставлять Потому что нанесение из антигравинового пистолета Ну, на мой взгляд, оно не очень красивое И, допустим, на Ниве оно не будет смотреться Если мы возьмем какой-нибудь там, ну, покрупнее внедорожник К примеру, там, УАЗик или что-то еще больше На таком автомобиле это будет смотреться Крупная шагрень На этом автомобиле будет более мелкое шагрень И интереснее смотреться Но это только на ваш вкус Можете тоже в комментариях написать Как вы делали и какой шагрень Какими способами наносили структурные защитные покрытия Да, кстати, хотел с вами поговорить Мы очень долго думали, как назвать этот ролик И у всех на слуху слово Раптор Вот это слово Раптор, оно уже стало таким нарицательным Как Ксерокс, как Керхер, к примеру Да, это самое первое покрытие, которое разработал бренд Юпол Оно появилось у нас в России Ну, наверное, из-за этого только все покрытия Полиуретановые, структурные, защитные Называют теперь Рапторами У нас это покрытие в бренде Солид Называется Армата Мы красим ей Раптор субтитров А.Семкин Раптор субтитров А.Семкин Раптор субтитров А.Семкин Раптор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наносим такой же слой из этого же пистолета Так, ну что, 40-минутная выдержка у нас прошла Начиная также с деталей, потом перехожу к кузову Смотрите, на нотрянку я уже не пойду вот этим вторым слоем. Ну, смысла нет. Там, в принципе, с 1.8 довольно-таки неплохой слой получается. Все, прохожу наружку, на деталях, ну и перехожу к кузову. Это будет второй полноценный слой с дюза 1.8. Продолжение следует... Продолжение следует... Традиционно на этом месте заканчиваем второй слой. Сушим еще 40 минут и далее подержим нашу армату немножко пожиже. То есть добавляем не 20% разбавителя, а где-то 35-40. И берем пистолет с дюза 1.4. Так, ну а теперь самое интересное. У нас ожидает завершающий слой арматы на этом автомобиле. Мы взяли уже другой краскопульт. Это Сагола 3300. Все та же, но с дюза 1.4 с воздушной головой ТЭЧ. Мы будем формировать мелкую структуру, аналогичную структуре на неокрашиваемых частях пластика, к примеру, и так далее. То есть будем делать меленько-меленько. Как это делать и как этого добиться? Ну, по факту будем наносить так же, как наносится последний слой базового покрытия на всех существующих современных эмалях. Будем пробовать, посмотрим, что из этого получится. Продолжение следует... Так, ну и теперь на примере вот этой двери как раз можно посмотреть, какая структура получается и какая структура мне самому нравится. Посмотрите повнимательнее. Если вам понравится такая структура, то обязательно пользуйтесь этим методом нанесения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok